всем привет дорогие друзья с вами алексей и продолжаем мы выпутываться из сложных ситуаций в бихолдере точнее искать деньги 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 блин тут такие ситуации пришли вернее разыгрались у нас что просто просто обалдеть нужно срочно найти 30 тысяч либо может умереть наша дочь это печально печально давайте дальше мы продолжаем наш наш главный герой ищет деньги что-то я никого не вижу вообще так давайте-ка постучимся запрещено хлоя хранение ламп накаливания же не нужно деньги на оплату коммунальных услуг здесь идет жена здравствуйте так ну здесь только разговор о смерти алозе и я и все да по сути дела больше ничего же не нужны очередные деньги на оплату коммунальных услуг но еще и время есть посмотрим что у нас здесь может кто-то что-то оставил как какую-нибудь заначку зубная щетка носки зубная щетка и носки так а что у нас здесь в столе по сути стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп здравствуйте только планы на будущее как нет он уходит из дому давайте-ка я зайду к ним домой и проверю что у них и как как не их выселить вообще так блин что ж ты будешь делать-то вот ты никто тут не возвращается еще пока не видно никого давайте обыскивать по максимуму пока пока есть возможность так краски так 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 в общем ваш сын патрик штейн был зачислен из юридитета за неуплату учебного взноса он направлен разработчик на шахту 37 дробь 42 оплатите сбора за работу министерства распределения оплачиваем по сути дела выбора больше нет работать на шахты возвращаются блин возвращаются так давайте дедуля уезжает сбегаем на второй этаж посмотрим бабулька там его дома не видно давайте давайте мы посмотрим дверь откроем что там и как так здесь пока табак из интересного вообще ничего нет кстати тут нанять могу кого-нибудь никого тоже ничего интересного здесь как-то надо играть на вещах может быть продавать торговать допустим какие-то вещи станут дорогими и продавать вот сейчас посмотрим у нас так журнал по садоводству а здесь я все просмотрел по моему все альбом с марками клубок ниток в общем женщина это ушла из дома надо да пока она ушла как раз вернулась дедуля вскроем и зайдем к ней вообще надо смотреть вот эти вот вещи они некоторые продавать можно и они вырастают в цене так сейчас так 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 ага мышьяк она наверное все таки как-то как-то его убила как-то она его убила так-то я тут смотрел нож мышьяк давайте-ка еще одну камеру куплю вот здесь установлю вот смотрите новая директива запрещены синие галстуки по сути дела если бы у меня были синие галстуки то их сейчас можно продать по очень-очень а и возвращается а ай-яй-яй что вы делаете в моей квартире извиниться и уйти ох простите простите уже ухожу немедленно уходите да 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 давайте я свалю так 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 какие вещи есть у меня может быть что-то продать так за коммунальное обслуживание дома полторы штукаря ай-яй-яй 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 пошарим по дому с деньгами все совсем туго так ладно давайте составим здесь мы еще так на досье клаус шиммер составить рапорт клаус шиммер так где не живет квартира номер один квартире один нарушил директиву нет это мы с него стрясем деньги отмена составим характеристику клаус шиммер квартира номер один мужской семейное положение мария шиммер профессия продавец табака так и вот так шантаж клаус шиммер один нарушил директиву книга что у нас там было за директива с книгами 60 41 2 сентября кто-то там вот так вот да отец так поговорить про шахты не надумал пойти в шахтером я ненавижу шахты отец лучше умереть чем работать как раб ну по сути дела денег то больше нет так что мне с вами делать не хочет со мной разговаривать а у этой дамочки билеты там были какие-то так ты тоже не будешь разговаривать доброго дня да только про консервы что 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 так жилец выполнил указанные в письме требованиям что ты хочешь поговорить узнать что случилось вы хотели со мной поговорить да карл я вынужден ехать из дома наши средства на исходе и мне нечем платить за квартиру похоже они добились своего и выставили нас на улицу глупо было даже надеяться на другой исход так так отчет о выполнении надо сделать так набрать номер отчитаться о задании да вы выполнили задание и выселили клауса шиммера но вы сделали это без должного уважения это опасно для вашей жизни вы меня поняли следующее задание развести агитационные плакаты в доме в городе не беспокойно будьте бдительны товарищ карл так повесит 3 агитационных плакатов коридоров дома где их брать кстати говоря а вот они а что такие кислые и что тебе нужно от почетного работника архива нет что за менты почему полиция так ты демонстрант Ух ты ж! Охренеть, сломали квартиру так. Ну я тысячу заработал. Ага, но квартира и дом сломан. Что же это за такое? Возьмите трубку, нам звонят. Все поломано, все поломано. Принять входящий звонок. Экстренный вызов министерству. Министерство порядка. В городе не нацелились беспорядки. Выходить на улицу опасно. Сохраняйте спокойствие и отремонтируйте поломки в доме. 42 суток. Да твою ж мааа. Просто трындец. Просто трындец. Куча денег. Куча, ребят. Самый смысл игры заключается в том, чтобы заработать денег. Больше. Так. Здесь другие надо. Да, для мебели другое. Смысл игры заключается лишь в том, чтобы сделать какие-то ремонты. Ну, вернее, набить денег. Чем я могу помочь? Что тебе надо, Анна? Мне нужны деньги на продукты. 500. На. Вот, возьми. Спасибо, Карл. Не теляй. Я схожу на рынок. Это просто ужас. Ребят, это просто ужас. Сплошные ремонты. Сплошные траты денег. На то нужно. На то нужно. Смысл игры заключается в том, чтобы... Как можно больше потратить денег или что... Ой, заработать. Причем, я не могу тут за кем-то тут шпионить, да? Просто по той простой причине, что... Я даже деньги не успеваю заработать. Блин, идет сейчас. Фух, успел. Успел. Так, здесь что-то новенькое. Синие галстуки. Запрещено посещение баров. Там камеры я что ли не поставил, не помню. Ремонт. Ага. Срочно сниму квартиру. Вопрос жизни и смерти. Дора Ноэль. Давай. Новая директира правительства. Запрещено хранение и использование оружия. Директив просто трындец. Я говорю, что... Покупая какие-то вещи дешевые, их можно будет продать потом подороже. Насколько я правильно понял, это вот именно так. Дорочка, давай поговорим. Поэтому надо в самом начале игры, ребят, когда у вас большое количество денег, покупать какие-то дешевенькие там вещи. Потом они будут дорогие. Я так понимаю, что скорее всего будет именно так. Так. Починить. Здравствуйте, Милок. Ремонт мебели. Зашел по делу, мне нужно починить мебель в вашей квартире. Проходите. Так. Давайте починим. Все. На втором этаже. Починим. Давайте, дедуля с бабуля. Мне три штучки осталось починить. Ремонт мебели. Проходите. Идем дальше. Так, тут тоже, насколько я понял, две этих мебели надо. Две штучки. Так, ремонтируем. Дочери жизнь, дочери под угрозой. Так. Сдать в аренду любую квартиру. Я как бы сдал уже в аренду любую квартиру. О, девочка, иди сюда. Давайте-ка с тобой познакомиться. Что вам нужно? Познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Дора Нойер. Приятно познакомиться. Если что-то понадобится или возникнут проблемы, обращайтесь. В сине примерно. Так, давайте спросим про прошлое место жительства. Как оттуда приезжали? Так, откуда вы приехали в наш дом? Какая разница, откуда приехала? Возно то, где я сейчас. Мне очень нравится этот город. Не так много людей, как столицы, и все заняты делом. А вам нравится этот город? Да. Вот видите, у нас с вами много общего. Давайте спросим, что нового? К сожалению, мне нечего вам рассказать. Я никого не знаю в этом городе. Зато успела простыть в первый день приезда. Ну и ладно. Ну и ладно. Несколько часов назад на улице Крушица пригремела сериал взрыва. Граждан, просим сохранять спокойствие. Взрывы произошли на складах с бытовыми товарами повседневного спроса. Погибших нет. Пострадало 15 человек. Ситуация находится под контролем властей. Для беспокойства нет причин. О погоде на завтра. Ветер северный при 16 с местами моросящий дождь. А теперь голос правды. Товарищи, мы сказали свое первое слово и сказали его громко. Весь город услышал взрывы, пригремели на проходной завода, где должны были вести 14-часовые смены. Правительство не слышит наших мирных голосов. Значит, услышит гневный крик. Мы заставим соблюдать права простых рабочих. Следующий взрывы прогремят уже в министерстве. А вот оно что. Вот молодой студент ищет жилье. Сдаем. Ну вот, у меня осталось задание. Жизнь дочери под угрозой. Это, конечно, крутое задание. Давайте-ка мы... Я даже понятия не имею, где брать деньги. Посмотрим досье. На кого-нибудь. Составим характеристику. Вот. Марк Ранек. Нет, Марк Ранек. Квартира какая-то у них третья. Три мужское семейное положение. Роза Ранек. Профессия работник архива. Так. 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 Ну, лишних 450. День уже к нам не помешает. Роза Ранек. Квартира номер три. Женский Марк Ранек. Профессия повариха в столовой. Так. Тут у этих ребят еще ничего не будет. Так. По-моему, вот здесь вот у нас уже никто не живет, да? О, вернее, живет, но нету. Уехала. Давайте-ка мы зайдем и посмотрим, какие там вещи присутствуют в этой квартире. Да, чувствую. Так. Так. Блузка. Очки. Блин. Что ж ты будешь делать? Извиниться и уйти. Дедуля, что с пистолетом? Я не понял, почему у тебя там мысли такие? И что тебе нужно? Так. Опять про жену только. Так. Давайте познакомимся с последним жильцом. Так. Привет, тусики. Ну. О, да. Познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Из-за дорж брюкич. Студент университета. Спросить про имя. Это дурацкое имя выбрал мне отец. Мама зовет меня Изя. Но это тоже не сильно-то радует. Что оно означает? Оно означает, исполняй заветы дорогого вождя. Каждый раз, когда пеняю отцу на это имя, он смеется и говорит, что могло быть и хуже. Хуже. Он любит рассказывать одну историю, которую находит очень веселой. К королю соседнего государства пришла женщина с просьбой сменить фамилию ввиду неблагозвучности. Фамилия у нее была Семипопова. А король похихикал и удовлетворил ее просьбу со словами. Ну что же, вам хватит и пяти. Пяти Попова. Вынужден признать, что история и правда презабавная. Отец говорит, что лучше исполнять заветы дорогого вождя в нашем государстве, чем сходить с пятью попами соседним. Попами. В этом он абсолютно прав. Да что вы понимаете, вам не приходится каждый раз отвечать на вопрос, что это за имя такое дебильное. И уж точно вы не слышите каждый день, ваш отец не только большой шутник, но и патриот. Так, что у нас тут очередное? Запрещено хранение на иностранной соли. Про университет. На какой специальности вы учитесь? На химико-биологическом факультете универ отличный и все такое. Режим всяких лягух смешиваем в пробирках всякую дрянь, чтобы пузырилась и дымила. Вижу, вы не сильно вдохновлены тем, чему учитесь. Я просто не понимаю, как эти разрезанные лягушки помогут мне стать человеком, который изменит мир к лучшему. Да уж, действительно. Кстати, там, по-моему, деньги должны быть. Да. Так, тут что-то новенькое. О, какой-то новый гражданин. Так, победители ежегодной трудовой лотереи становятся лево... Так, к лотерее допускаются люди со стажем работы более 15 лет. Что же мы видим? Левые его товарищи нестящие отпахали десятки лет на тяжелой работе. Все эти годы платили грабительские взносы в фонд трудовой лотереи. Если жительские взносы, то каждый из этих дураков за 20 лет мог накопить по 40 тысяч каждый товарищ. Куда уходят остальные деньги? Спрашиваем мы, руководство трудовой лотереи. Так, познакомиться. Здравствуйте, Карл. Кто бы такой? Новый жилец. Я знаю все, кто приживает здесь. Я вас вижу впервые. Мне уже не нравится то, что приехала вот эта вот... Полиция? Милиция, менты, короче, полицаи. Так, мы не знакомы, но со временем, я надеюсь, мы станем настоящими друзьями. Моё имя Джордж Дантон. Чем я могу вам помочь? Я навел о вас справки, Карл. И вы кажетесь мне порядочным человеком, заслуживающим доверия. А потому я хочу обратиться к вам с просьбой. А простой, но очень важной для меня услуги. Что надо сделать? В вашем доме живет молодой человек. Изадорш Брюкич. Передайте ему эту коробку. И почему же вы не можете это сделать сами? У меня, поверьте, причины. О них вы узнаете позже. Если вы выполните просьбу, есть лишь одно условие. Ни при каких обстоятельствах не открывать коробку. Вы пытаетесь стянуть меня во что-то незаконное? Не боитесь, что я доложу об этом куда следует. Страх это то, что разобщает. Уверяю вас. У нас противоположная цель. Сейчас единственное, что вам нужно знать. За это пустяковое дело мы вам хорошо заплатим. Очень хорошо. Согласны? Отказаться от сделки. Мне не хочется быть назойливым, но подумайте хорошенько. Ведь вам так сильно нужны деньги. Всем нужны деньги. Да и сверху на вас давят. Постоянно требую невозможного. Разве нет? Есть шанс, что вы передумаете, а отказаться. Я немножко разочарован. Мне казалось, вы довольно видный человек. Позже я дал вам еще один шанс стать друзьями с нашей организацией. В этом мире ли, Карл, выживает тот, у кого есть поддержка и знакомство? А те, у кого их нет, гибнут. Подумайте об этом в досуге. О какой организации вы говорите? Всему свое время, Карл. Всему свое время. За кем этого? За сыном, что ли? О, я! А! Погибла. Дочь погибла. Что, Карл? Покупки в дом? Карл, купи в дом радио. В конце концов, ты управляющим или кто? Мне приходится узнать новости по телефону. Дочь погибла, а она тут, блин, про радио. Марта умерла. Да, вот и первые потери. Это я, да, брат, не мангельешну. Это я, да, брат, не мангельешну. Это я, да, брат, не мангельешну. Ее ради вам волны, блин. Дочь умерла, а ее волны утратить. Я в шоке. Это я, да, брат, не мангельешну. Это я, да, нет мангельешну. И главное, что ли бы предпринять, это такая сумма денег, я не знаю. Разве что, если бы я вот сейчас согласился, то, может быть, эта сумма бы нашлась. Если бы я согласился вот с этим гражданином. Да, очень, очень печально. Заказание похоронных услуг. Блин, я, наверное, соглашусь, когда он мне даст еще один шанс. Ну, потому что это... Вот, смотрите, галстик, какой дорогой стал. Я думаю, что можно купить вон зеленый. И джинсы, посмотрите, какие джинсы. Давайте купим пачку черного чая. Этот галстук. Радиоприемник мечта, да? За такие суммы не купишь. Ладно, пока все. Купил так, на всякий случай. Купил так, на всякий случай. Он спас меня. Я не могу рассказать больше, но если бы не это, человек, моя жизнь была совсем... Если бы не этот человек, моя жизнь была бы совсем другой. Ясно, давай. У тебя камеры стоят везде, но пошарить по квартире было бы неплохо. Что там у тебя? Ну да уж, так. Ну пока, по сути. Телефон. Телефон. Давай быстрее. Быстрее, 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 быстро, быстрее, быстрее, быстрее. Принесходящий звонок. Алло, это Карл Штейн. С кем я разговариваю? Вы наверняка слышали про национальную трудовую лотерею. Так вот, ее победитель Лео Гвиздек. Ищет жилье. Мы хотим, чтобы вы дали жилье этому любимцу фортуны. Зачем вам это? Кто вы? Мы доброжелатели. На человека скоро свалится тысяча соблазнов. Бандиты и обманщики будут ждать его на каждом углу. Мы хотим помочь. После того, как он поселится, вам нужно будет убедить его вложить выигрыш в наше производство. Ваш трест, рога и копыта, направлены на развитие животноводства. Мы помогаем фермерам безотходно сбывать туши животных. В мясо в магазины шкуры с сапожником из остатка мы варим фирменный холодец. Холодец? Вы не любите холодец? Да как вам сказать? Предупреждаем, Карл, кто встанет у нас на пути, сам превращается в холодец. Скоро наш холодец станет национальным продуктом. Все, что вам нужно, убедить левого звездика, что нашим холодцом будущее. Гвиздика? Да, только придумывай такие фамилии, язык сломаешь. Убедите его вложить деньги в трест, рога и копыта. Сделайте это, а мы вам пришлем щедрый процент. Так, нужно заселить левого гвиздика. Ну, в принципе, можно. Заселить левого гвиздика. А, звонок, блин. Принять входящий звонок. Доброе время суток, Карл. Это Джордж Дантон. Откуда у вас этот номер? У нашей организации есть друзья повсюду. Я больше не слушаю от вас ни слова, пока вы не объясните мне, что это за организация. У меня семья. Я должен знать, во что вы хотите меня втянуть. Скажем так, мы пытаемся изменить мир к лучшему. А при текущем руководстве это невозможно. И, как вы понимаете, нынешнее правительство не изъявляет желания смениться добровольно. Как называется ваша организация? Союз самоуверенных революционеров? Новое завтра. К чему этот сарказм, Карл? Ведь вы могли бы стать лучшими друзьями. Вы сможете получить от нас средства, которые так необходимы вашей семье. А если я откажусь иметь с вами дело и сообщу у вас куда следует, боюсь, в вас откат может повлечь очень неприятные последствия для нас обоих. Повторюсь, у нас есть друзья везде. Я таки думал, что ваши разговоры просто светлое завтра имеет второе дно. Не разбив яиц, яичницу не приготовить. У вас есть дети. Вы должны понимать, что такое жертвовать собой ради будущих потомков. Только вы предлагаете пожертвовать кем-то другим. Мной, например. Не обязательно, Карл. От вас нужны ли согласия и готовность помогать нашему движению? Вижу, выбор у меня небогат. Чего вы хотите от меня? Найдите в нашем замечательном доме квартиру для нашего верного товарища. Его имя Антон Грубец. Он проживает в доме не больше недели. Просить про награду. Допустим, я соглашусь. Сколько вы мне заплатите? Три тысячи. И это будет только начало нашего с вами сотрудничества. Про человека. Кто этот человек? Антон очень важен для нашей организации. Он специалист по печатному делу. Будет готовить для нас массу листовок, разоблачающих нынешний государственный строй. Вы нас очень обяжете, если прикроете его. Мы планируем устроить стачку на заводе в ближайшее время. И нам очень нужны эти листовки. Без них ничего не выйдет. Поговорите о стране. Раз уж вы не обязываете меня помогать революционному движению, опишите свое видение ситуации в стране, чтобы я знал, ради чего рискую. Зачем что-то описывать, Карл? Вы и так все прекрасно знаете. Тотальный контроль за людьми, глупые запреты на все подряд, никакой свободы слова. И это при том, и что при том взамен? Талоны на одежду, еду, мыло? Люди вздрагивают по ночам от любого звука. Боятся, что за ними приедут и увезут. А то, что доносы пишут друг на друга, даже ближайшие родственники, это как? Нормально по-вашему? А ваша профессия, Карл? В каком нормальном обществе ее можно посчитать допустимой? Я делаю работу, для которой меня поставили. Выбора у меня нет. Выбор есть всегда. Помогите нам, Карл. И тогда у наших детей будет общество, где за этот выбор их не закроют за решетками. Ладно, согласен помочь. Насколько я понимаю, вы не отстанете мне выбора. Антон губит, значит. Хорошо, я присмотрю, что можно сделать. Прекрасно, Карл. И будьте осторожны. Ну что ж, последняя квартира. Заселяем. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А, вот, нет. Не сюда, не сюда, не сюда. Анджей Рахтар. Вот. Сдать. Да ну что такое. Входящий звонок, частный звонок. Спасибо вам, Карл. Я перечислю деньги на ваш счет. Прошу вас всячески помогать товарищу Грубицу. Он делает важное дело. Помогать и следить. Вы понимаете, о чем я? Да, я вас прекрасно понял. Я позвоню через несколько дней и знаю, как ваши дела. Так, деньги. Так, так. Ладно, ребята, в принципе, на вот этой вот не очень оптимистичной ноте. Но, тем не менее, дом уже весь заселен. И тут целая очередь стоит. Я заканчиваю эту серию. Что ж. Первые потери у нас пошли. Что будет дальше, будем посмотреть. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok